Добрый день, это программа «Слушайте доктора» у микрофона Вера Власова. Тема программы сегодня «Зубы мудрости». И передо мной Евгения Гончарова, заведующая хирургическим отделением врач-стоматолог-хирург Кировской областной стоматологической поликлиники. Здравствуйте, Евгения Николаевна. Здравствуйте. И рекомендую все-таки начать нашу программу с определения, что же такое «Зубы мудрости», почему они так называются и правильное ли это название? «Зуб мудрости» достаточно распространенное название. Чаще всего используется и пациентами, и врачами определения. На самом деле это третий маляр. Почему он так называется? Чаще всего его используют название как «восьмерка». Это по количественному счету зубов от центрального резца. В совокупности у нас четыре восьмерки, четыре маляра, четыре зубы мудрости. Почему так называется? Постоянные зубы мудрости прорезываются с 7 до 12-13 лет. Исключение составляет как раз вот зуб мудрости. Чаще всего это 14-26 лет период прорезывания. У кого-то даже забывают подольше, в 40-50 лет он прорезывается. И понятно, что это ассоциируется с физическим и ментальным зрелостью человека. С приобретением некой мудрости житейской, да? С житейским опытом и мудростью. Поэтому, конечно, называется зуб мудрости. На самом деле это не так. Да, естественно. Сейчас норма, если в современной стоматологии наличие зубов мудрости всех четырёх или даже отсутствие одного или двух или всех. То есть они могут и не прорезываться в течение всей жизни? Да. Они, может быть, даже отсутствуют как зачатки. А от чего это зависит? Он как рудиментарный орган, труп мудрости в современной уже стоматологии. От чего зависит? В эволюционном периоде у нас уменьшились челюсти, техническая челюсть. А это с чем? То есть нам меньше приходится жевать твёрдую пищу? Нам приходится меньше обрабатывать твёрдой, жёсткой пищей. У нас питание рафинированное. И задача зубов мудрости, вообще вуаляров, это как раз размельчение и размалывание пищи. Поэтому у них достаточно выраженная коронка зуба по площади, выраженные бугры. А у зубов мудрости площадь уменьшается, места для зубов мудрости меньше, всё меньше и меньше. Практически не то, что с каждым десятилетиям всё меньше. Даже у наших родителей, бабушек, дедушек всё-таки зубы мудрости восьмёрки были. А уже в нашем поколении, это в 80-е, тем более 90-е, зубы мудрости или отсутствуют, или находятся в аномальном положении. Аномальном это как? Аномальное положение. Ввиду того, что недостаточное количество места в вольвелярной части челюстей. Поясните, что такое вольвелярная часть. То есть зуб мудрости в полости ста не прорезывается. Вот той самой коронкой, которую мы должны осуществлять акт переживания пищи. Недостаточное место, и зуб или не прорезывается, находится в зачатом состоянии, находится в самом теле челюсти. То есть полости хта, он не прорезывается никогда. Или пытается прорезаться, но в дистопированном виде, то есть смещается в незубном ряду. Или смещается в щёчную сторону, в оральную, то есть в язычную. Или наклоняется к впереди стоящему зубу или сзади стоящему зубу. То есть дистопия по положению. Расскажите, пожалуйста, я слышала, что не так давно было мнение о том, что все эти маляры, все восьмёрки, то есть зубы мудрости, говоря человеческим языком, необходимо удалять сразу же, как только они появляются в поле зрения человека. Нет, нужно всё-таки все понимать, что зуб восьмёрка, зуб мудрости, маляр, это всё-таки обычный по строению, возможно, по обычному построению зуб. Но не всегда это к нему больше не нравится. Ну, всё равно, мы всё-таки оцениваем его всё-таки строение. Если он прорезывается в полость хта, как обычный зуб, у него физиологическая коронка, корни зуба не искривлены, каналы, что важно для дальнейшего лечения, не искривлены, мы его оценим как обычный зуб, и он подлежит, если возникает какой-то кариозный процесс, лечению. Если всё-таки, вот мы говорим про аномалии, всё-таки зубы мудрости на данном участке времени, всё-таки встречается, что вот именно аномальное положение для качественного пролечивания зуба не имеет возможности, то, конечно же, его удаление. То есть такого показания, что все зубы мудрости обязательно в порядке удаляются, такого нет? То есть слух был ложный? Мы всё-таки исходим от индивидуального расположения зуба у каждого пациента. Евгения Николаевна, вот Вы сказали, есть ли там определенные причины, если коронка сформирована, если корни не имеют никаких патологий, аномалий. Как мы это проверяем? То есть нужно ли обследовать зубы мудрости? В любом случае, Вы же посещаем стоматолога раз в полгода, как полагается. И при осмотре стоматолога, если он не находит каких-то кариозных полостей, но делает акцент, что вот здесь третий маляр находится в аномальном положении, что здесь возможно развитие кариеса, и он делает акцент на тщательной гигиене полостерта, что в эту зону нужно более регулярно прочищать, использовать дополнительные методы гигиены. Если появляется кариес, и он понимает, доктор, всё-таки стоматолог, что здесь качественное лечение не получится, то он Вас направляет на удаление зуба. Вы попадаете к врачу-стоматологу-хирургу. Это, конечно, Вам проконсультировать. Может, конечно, любой врач-стоматолог, но я думаю, что врач-стоматолог-хирург, который уже на своём постоянном приёме, может рассказать о осложнениях во время операции, после операции удаления зуба. Вы обсуждаете возможность для себя моральную пойти на удаление этого зуба. Мы подбираемся к очень интересной теме, теме удаления зубов, в частности, зубов мудрости. Расскажите, пожалуйста, как сейчас в Вашей практике это происходит, какие технологии применяются? Удаление зубов мудрости. И вообще зуба. Давайте, да, удаление зубов мудрости сначала, только более сложно. Всё-таки это всё равно доктор, когда перед ним идёт на удаление зуба мудрости, всегда понимает, что здесь возможны любые сложности, какие-то подвохи. Так, что может быть? Во-первых, это сложность по своему расположению зуба. И применение, как и бормашины, и дополнительных инструментов. Не как привычное удаление всё-таки, проведение анестезии. Это в любом случае. То есть мы добиваемся адекватного обезболивания. Здесь пациент не должен волноваться, что он будет испытывать боль. Насколько я знаю, у Вас предполагается ещё и общая анестезия, да? То есть общий наркоз. Возможно, общее обезболивание, наркоз. Но это не в 100% случаях. Всё-таки мы на общего пациента, всё-таки говорим про местную анестезию, мы можем добиться местной анестезии полного обезболивания. Пациент находится в сознании, он контактный, он сможет разговаривать, и при этом не чувствует боли. То есть чаще всего пациенты боятся боли. Сейчас существуют современные анестетики и какого-то общего обезболивания, когда какой-то внутривенный наркоз, пациент засыпает. Это, опять же, только психологический фактор. Кто испытывает панический страх перед лечением и удалением, да, у нас, возможно, ещё и овощи обезболивания. Но мы всё-таки настраиваем на местное. А почему местное лучше, чем общие? Во-первых, конечно же, пациент с нами, он контактен. Возможно, более операционный доступ. Потому что зуб мудрости находится в такой анатомической зоне, когда всё-таки мы просим пациента максимально открывать рот. Само время вмешательства здесь непрогнозируемо. Это может быть занять полчаса, это может быть занять даже час. В каких-то более сложных случаях и более. Всё-таки давать внутривенный наркоз в условиях... Мы сейчас говорим про амбулаторий. Про амбулаторий. внутривенный наркоз на какой-то длительный период. Во-первых, это всегда с бригадой анестезиолога. Обязательно. Не только врач-стоматолог, хирург. Но здесь ещё бригада анестезиолога, аниматолог, медсестра анестезистка. То есть целое анестезиологическое пособие. И это всё возможно, если пациент не готов под местным обезболиванием. Ну, всё-таки настраиваем. У нас и получается, что в 95 случаях всё-таки пациент идёт на местное обезболивание. И заканчивается всё хорошо. Ну, естественно. Ваши квалификации мы не занимаемся. Я что? Нет, я к тому, что и пациент. Морально себя настраивает. Да, морально. Мы, конечно, говорим, что как раз на этой консультации обсуждается сама операция, какие возможные осложнения, как мы с этим можем бороться, как себя подготовить к удалению зуба. Поэтому всё. Исход благоприятный. Вот момент подготовки мы как раз пока упустили. Расскажите, вот именно подготовка в чём заключается? То есть пациент знает, что ему лучше всего рекомендовано удалить зубы умерсти. Его действия. Во-первых, да. На консультацию доктора поговорили. Сама подготовка – это, во-первых, знание. Пациент уже, вот когда незнание, чаще всего ведь двоишься незнания ещё. Осведомлён, значит, вооружен. Да, естественно. Он знает, какой будет выбран метод анестезии. Кто будет удалять, во-первых, доверие к доктору. Это естественно. В нашей специальности без доверия к доктору. Согласна. Согласна. В зависимости от индивидуального подхода доктор уже может назначить какие-нибудь седативные препараты перед самой операцией. Но я говорю, что это индивидуально уже на консультации. Потому что сейчас, если говорить о каких-то препаратах, то сейчас бессмысленно. Ну, каждый индивидуально, конечно. Да, бессмысленно, чтобы поговорить и обсудить, за какое время какие препараты принять, для того, чтобы усилить эффект обезболивания, успокоить пациента, чтобы он достаточно спокойно находился в кресле у стоматолога. И помог доктору удалить зуб. Все-таки, когда пациент себя ведет волнительно, а когда манипуляция, она может занять и несколько минут, но на успокоение пациента уходит в несколько раз больше времени, чем. Но мы готовы, мы понимаем, что зуб мудрости, мы готовы. Даже специально у нас, в нашей поликлинике, выделены операционные дни, когда доктор не в каком-то потоке и быстрее в гонке нужно понимать, что у него ограничено во времени удаление зубов. У него как раз выделен операционный день, и он может заниматься этим пациентом до благоприятного исхода. Прекрасно. А есть ли ограничения в потреблении пищи перед удалением зубов? Мы, наоборот, пациента настраиваем, что, например, если это утром, то, во-первых, это, конечно, гигиена полости рта. Сначала поесть, поесть, все-таки завтрак, если это обед, то есть только пациент должен поесть все-таки. Не на голодный желудок себя морить, после этого провести гигиену полости рта и прийти на само удаление зубов. То есть на голодный желудок нет все-таки. Я думаю, что даже последствия, чаще всего, к последствия, возможно, какие-то неотложные состояния, которые у нас возникают, все-таки мы без этого тоже не обходимся в кресле стоматолога, я просил пациента, чтобы пациент не успел принять пищу. Все-таки он как-то в волнении исключил этот момент из своего рациона. Есть можно все, что угодно. Да. Прекрасно. Идем дальше. Анестезию мы проговорили уже, как это все происходит. Что дальше происходит с пациентом? Анестезию выполняем, дожидаемся полного обезболивания. У нас есть и субъективное ощущение пациента, и так и объективное. То есть мы не только идем на поводу пациента, что мне кажется, что у меня ничего не подействовало. Многие пациенты говорят, особенно для зубов в верхней челюсти. У нас есть объективные методы исследований. Мы понимаем, что мы здесь заанестезировали операционное поле. Используем методику удаления с применением щипцов и дополнительных инструментариев. Удаляем. Мы стараемся атравматичный зуб. Просто сейчас еще распространено зуб удалили. Встает второй вопрос у пациента. Мы сейчас не говорим про зубы мудрости. А вообще удаление – это ортопедические конструкции. Восполнить зубной ряд. И чаще всего сейчас это имплантация. Поэтому атравматичное удаление, нетравматичное, с сохранением максимальной костной ткани – это сейчас привилегия все-таки у врача-стоматолога-хирурга. Потому что понимаем, что возможно, в каких-то практически 80 случаев пациент выберет имплантацию. Особенно, если какой-то это включенный дефект. По какой-то причине, когда у пациента присутствуют все зубки, уходит один зубик вследствие травмы, к примеру. Поэтому чаще всего пациент идет на имплантацию. Ну что ж, а дальше что происходит? Зуб удален отравматичным способом. То есть это благополучно. Идут рекомендации пациенту. Тоже в зависимости от его индивидуального, общесоматического состояния. Чаще всего это исключить прием пищи в течение полтора-двух часов, до трех часов. Не полоскать. Но это игру, что в зависимости от еще нозологии, от клинического проявления. И игру, что это индивидуально немножко рекомендации даются. Но основное это не принимать пищу, прием воды по необходимости. Ну мы все-таки говорим, что время полтора-два часа. Не беспокойте рану. Чаще всего еще начинают пациенты проверять рану. Тоже исключить этого момента механического воздействия со стороны пациента. Вот. Оставить рану. А с детками как происходит такой процесс? Им-то ведь очень сложно объяснить, что не надо туда механическое воздействие применять никакое. Опять же, нас еще подсоховала все-таки природа. Как бы мы все-таки как профилактика осложнения после удаления. Говорим, что пожалуйста, не принимайте пищу в течение двух-трех часов. Не беспокойте языком или каким-то механическим еще воздействием. Если все-таки дети, мы понимаем, что они неспокойные, они могут там проверить сами чуть ли не пальчиком. Попытство. Попытство. Ну это детское. Но природа нас подсоховала, все равно кровяной сгусток сформируется и будет защита. Как защита. Защита, да. То есть в любом случае. Прекрасно. Ну опять же, мы всегда предупреждаем, назначаем пациентов на повторное посещение после удаления. Особенно какого-то сложного, травматичного удаления. То есть проконтролировать, все-таки сформировался ли кровяной сгусток, чтобы было у нас заживление без воспаления. Вернемся к нашим восьмеркам, к зубам мудрости. Рассмотрели мы несколько причин, почему они могут быть и скорее должны быть удалены. Скажите, пожалуйста, есть ли такая категория, рассматривается ли, что у зубы мудрости, поскольку они появляются гораздо, значительно позднее, чем остальные зубы, что недополучают они питание, поэтому их структура несколько изменена. Я поняла вас, да. О чем вы, то, что они прорезываются значительно позднее, чем все остальные постоянные зубы, то минерализация эмали, как защиты, она, конечно, снижена несколько раз. И само питание, или дети питаются, мы стараемся, родители, или все-таки взрослые, с 14, особенно подростковый период, да, вот, как я сказала, что с 14-26 лет, чаще всего они начинают прорезываться. Это неправильное питание, не совсем... Чипс-газировка. Чипс-газировка, шоколад, не дай бог, начинаются какие-то вредные привычки курения, где все эти остатки пищи ацербируются, еще недостаточная гиена полостерта, там-то где-то родители проследят, все-таки ребенок почистил, не прочистил. А тут на самотек, еще само расположение зубомудрости анатомически так сложилось, что не каждый зубной щеткой, там, ершиком, зубной нитю, пройдешь и уделишь внимание этой зоне, а пища как раз там скапливается, остатки пищи, сущенный эпителин, все, что в полостерта, там, ацербируется, потихонечку живет, нас как-то сильно не беспокоят. Вот. И вот одна из проблем зубомудрости, даже если они и прорезлись полостерта, не говоря уже вот так раз о аномальном положении, смещении в щечную, в оральную или в мезиальную какую-то сторону, так называемая перекоронолит. Это воспаление задемолярной области, ретромолярной области, то есть за зубом, вот где мы краску прочищаем. Ага. Не прочищаем, не доходим. То есть туда ближе к щеке куда-то? Ближе к щеке, ну, за коронкой зуба. Там у нас такой, может, склад всего-всего, чего мы не успели убрать, плюс вновь прибывшие остатки пищи. И здесь как возникает хроническое воспаление. То есть мы не убираем, не убираем, не прочищаем. За слизистой это все скапливается, скапливается. И до определенного момента, когда уже не справляется слизистая вот от такого количества наших пищевых остатков, случаемого эпителия, микроорганизмов, которые там размножаются и живут, у нас начинается вот это воспаление. Когда пациенты приходят именно с воспалением задемолярной области, и почему причина удаления зуба, еще бы я сказала. То есть из-за этого тоже зуб может быть удален? Из-за этого тоже мы зуб удаляем. Мы можем прочистить, рекомендовать, опять же, обсудить с пациентом, возможно, или сразу хирургическое вмешательство удаления зуба, или, возможно, какое-то консервативное лечение. Это тщательно гигиена полости рта, мазевые повязки, антисептическая обработка. Если пациент от нашего лечения чувствует себя лучше, у него не наступает рецидивов, он и про эту проблему забывает. Но если рецидивы повторяются неоднократно, возможно, даже с какой-то чистотой, там, раз на неделю, в два месяца, конечно же, это морально изматывающе. Ну и плюсом воспалительный процесс, он не дремлит, он может усилиться, увеличиваться, может привести к более тяжелым последствиям. И, конечно же, рекомендуем удаление зуба. И сам пациент уже готов на удаление зуба. То есть тот дискомфорт и периодические боли пациента все-таки, может быть, уже даже готовят морально, что нужно все-таки удалить. Лучше избавиться от этой проблемы. А что касается структуры самого зуба, я слышала, что бывают такие случаи, что он крошится, но опять-таки ввиду отсутствия эмали. Ну, вот как раз, что не отсутствие эмали, а высокопроницаемость несозревания эмали, и понятно, что они более подвержены кариесу. Вот в отношении нашего нашего питания, они подвержены кариесу, и поэтому они чаще всего разрушаются быстрее. И здесь стоит вопрос о лечении или о удалении. Но я уже говорила, если все в норме, если у нас не искривлены каналы и корни зуба, когда все-таки врач-стоматолог-терапевт сможет качественно этот зуб пролечить, и зуб стоит в полости рта, в прикуси, в зубной дуге, то зуб лечится. Если все-таки вот как раз вот эти препятствия искривления корневых каналов, когда обтурировать, запломбировать канал, качество будет невозможно, стоит вопрос об удалении. Если стоит зуб мудрости, ну, раз про аномалию, все-таки про аномалию, немножко такой еще акцент у нас не только воспаление, у нас еще и онконосторожность. Потому что зуб мудрости постоянно из-за своего аномального положения, особенно в щечную сторону, мы прикусываем слизистую щеки. Так, все так немножко начинают вспоминать, что да, да, периодично прикусываем, и вот эта хроническая травма слизистой щеки в ретромолярной области, ну, плюс, конечно же, в совокупности с другими причинами, невероятные условия труда, проживания, генетика, может привести к развитию онкологического заболевания, рака, или хотя бы даже предрака, что у нас выявляется и ведется диспансерное наблюдение таких пациентов. То есть вот один из факторов – это удаление, это зуб мудрости, и все-таки пытаемся как ее решить, это удаление зуба мудрости тоже одна из причин удалений. Потому что даже, может, ничего не беспокоит, мы увидим, что хроническая травма, все-таки рекомендуем пациенту, как профилактика какого-то онкозаболевания, удаление зуба. Да, возвращаясь к вышесказанному Вами, что в подростковом возрасте и старше вредные привычки, неправильное питание может повлиять на то, будет ли удален зуб у пациента или не будет. Поэтому еще раз рекомендовано специалистами-врачами следить за своим питанием, чтобы оно было максимально правильное и способствовало правильному развитию зубов. Естественно, и посещение стоматолога раз в полгода, что, может быть, как раз и стоматолог сделает акцент, что здесь нужно усилить тщательную гигиену полостерта, обсудить с пациентом его рацион, сделать акцент, конечно же. Евгения Николаевна, еще такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, есть ли какая-то периодичность в прорезывании зубов? Потому что, опять-таки, я слышала, что бывает весной или осенью... Они не сезонные прорезывания зубов. Нет, не сезонные. Когда-то это чувствуется наиболее сильно. Я слышала, бывает такое, что прям очень сильная боль. Что в этом случае делать? Я говорю, что если сильная боль, как раз вот индивидуально с пациентом. Или консервативное лечение назначается? Это ведь... Я не говорю здесь о том факторе, который упоминали. То есть гигиена полостерта, к примеру, идет хорошо. Но вот именно чувствуется, что он растет, зуб мудрости растет. Поэтому именно при разрезывании десны... Все, я поняла вас, да. Когда вы, как раз, сидром прорезывания... Да. Например, у врача-стоматолога, естественно, он использует там дополнительные методов, следующее, как лингологическое. И уже по рентгену понимает, в каком положении зуб. Все-таки он у нас прорежется в полостерта, встанет в зубную дугу и будет выполнять свою функцию. Или все-таки нет. Если все-таки прорежется полостерта, здесь вариант, так называемого, истечения слизистого капюшона. То есть самое слизистое, как мы вот, у деток зубки прорезываются через слизистую. Тут то же самое, уже зубы мудрости, тот же самый период, этот путь нужно проделать. Прорезать через слизистую. То есть надрез какой-то делается, да? Но опять же у нас слизистая у взрослого человека и в ретроамолярной области, она достаточно толстая, кератизирована, туда еще могут вплетаться волокна мышц. То есть зубу надо потрудиться, чтобы прорезаться. Мы должны ему помочь. Мы, да, вот это истекаем, рассекаем слизистую над зубом. Тем самым помогаем и облегчаем боль пациенту. Если же линкологически понимаем, что зуб мудрости в правильном положении не прорежется... То есть еще на этапе, пока он не совсем вышел на свет. Да, да, мы можем все равно понимать, что у нас он имеет аномальное положение. Уже на этом этапе прилагать удаление зуба. Каким образом это будет происходить? Вот это как раз наше операционное удаление зубов, когда мы начнем на операцию. И в зависимости... Там, я думаю, что более технично и более сложно это проводить, поскольку зуб он еще не виден. Да, естественно. Поэтому мы выделяем специально время доктора, сколько потребовалось времени для удаления зуба. Столько и было у доктора в арсенале. Но опять же, я говорю, подготовка пациента к самой операции и осложнениям после операции. Давайте еще несколько слов скажем о том, если по одной ситуации, то есть какие-то сложности с зубами мудрости возникают у беременных женщин. Что тогда? Так. Беременные, это, конечно, особая у нас группа населения. Мы сейчас не говорим, наверное, а... Ну, во-первых, сделаем все-таки акцент, что будущие мамы должны быть санированы уже на этапе планирования беременности. Нужно приходить к стоматологу, выявить все хронические очаги инфекции, все, что возможно пролетить у врача-стоматолога-терапевта, что невозможно удалить, но уже на этапе планирования. Если такого не случилось. То есть самое опасное для стоматологического вмешательства – это первый и третий триместры у беременных. И вмешиваться лучше на втором триместре лечения и удаления, если это необходимо. Но мы стараемся, конечно же, все-таки, если говорить все-таки про хирургическую стоматологию, отложить удаление в этот период вынашивания плода. Но если же, конечно же, есть угроза состоянию здоровья матери, и, не дай бог, ребенка, конечно же, идет на удаление. Но здесь еще плюсом нужна будет консультация и женская консультация, потому что, возможно, это будет сопряжено с назначениями лекарственной терапии, тем же самым антибактериальным, чего бы нам не хотелось. То есть мы решаем на этапе индивидуально, или сможем мы купировать воспалительный процесс без удаления зубов. Мы сейчас все-таки про зубы мудрости, сложного оперативного вмешательства. Если не сможем, все-таки идем, невзирая на то, что, и даже невзирая на триместр беременных, идем на удаление зуба. Если идет угроза здоровью. То есть есть какие-то специальные препараты, специальные методики, которые делают это возможным? Использование метод выбора анестетика здесь больше. Это выбора анестетика. Методика удаления у беременных и не у беременных, она и та же. То есть здесь больше, опять же, психологический настрой и выбора анестетика. Сделается акцент на это. И еще пару слов, пока у нас время есть. Расскажите, пожалуйста, верно ли мнение о том, что зубы мудрости так или иначе влияют на развитие гайморита? Развенчайте этот миф. Нет, гайморит, анатогенный гайморит от зубов, он возможен, он есть. Мы это признаем. И активно сотрудничает с отолорингеологами. Но причины зуба чаще всего не зубы мудрости. Они могут стать причиной донтогенного гайморита только в результате, ну, чаще всего в результате травматичного удаления. Как раз вот как раз какое-то аномальное расположение или травматичного удаления. Когда гайморит, когда зуб предстоит гайморит, то есть разделение зуба и гайморит пазухи в несколько миллиметров. Или может быть это только шнайдерова мембрана, слизистая оболочка разделения между зубом и гайморит пазухой. Поэтому здесь анатомически так сложилось, что мы при удалении уже идем изначально на перфорацию гайморит пазухи. Это когда идет сообщение гайморит пазухи с полостью рта. Понятно, у нас есть методики, когда мы это проверяем уже после удаления. Если есть сообщение, перфорация, делаем пластику уже на месте удаления в условиях амбулатории. То есть развитие самого гайморита от зуба мудрости в наименьшей степени, чем от других зубов верхней челюсти. Это все-таки второй маляр, первый маляр и премаляры. То есть зуб мудрости в наименьшей степени виноват. Но консультацию получить по этому вопросу у стоматологов можно. Можно, можно. Мы здесь как раз активно консультируем друг друга нас, лор-врачи, мы лор-врачей. Все связано. Здесь, конечно же, нам дополнительный метод исследования, как рентгологическое исследование, позволяет судить все-таки этот антогенный очаг развития гайморита. Или все-таки мы здесь ни при чем. И помочь в лечении гайморита не в силах. Ну что ж, вот и поговорили мы про зубы мудрости, очень много узнали информации. Теперь мы точно знаем, когда нужно обращаться к врачу, какие случаи могут быть и как себя обезопасить. То есть это правильное питание, это отсутствие по возможности вредных привычек и гигиена, тщательная гигиена, полустирта. Это отсечение стоматолога. Два раза в год. Два раза в год. Все-таки, я думаю, не исключаем. И в завершение, мы уже поговорили как раз про зубы мудрости, я все-таки даже коллектив нашего Кировской клинической стоматологической поликлиники все-таки желает нашим пациентам, слушателям это стоматологического здоровья. Очень важно. Спасибо. Это было пожелание от Евгении Гончаровой, заведующей хирургическим отделением врача-стоматолога, хирург Кировской областной стоматологической поликлиники. С вами была программа «Слушайте доктора». Всем стоматологического здоровья. Это была Вера Власова. Спасибо. Всем до свидания. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.